Продажи рестайлинговой Lada Vesta начались со скандала. К рекомендованным розничным ценам дилеры мгновенно прикрутили от 100 до 300 тысяч рублей. Это стало возможным благодаря многочисленным допам — коврикам, сигнализации, тонировке, защите картера и прочим аксессуарам. Для справки, в базе Lada Vesta NG должна стоить 1 миллион 240 тысяч рублей. В эту комплектацию включены полностью светодиодная оптика, фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов, а также регулируемая рулевая колонка. И многие хотят купить именно такую машину. Но продавцы просят за стартовый седан минимум 1 миллион 350 тысяч или даже больше. Что, естественно, спровоцировало волну недовольства со стороны фанатов бренда Lada. В итоге пресс-служба АвтоВАЗа заявила, если машина имеется на складе дилера, ее продадут клиенту по рекомендуемой розничной цене. На решение вопроса АвтоВАЗ берет 24 часа после того, как потенциальный покупатель обратится на специальную горячую линию. Курирует тему вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу. Недобросовестных дилеров ждут санкции. АвтоВАЗ готов штрафовать партнеров, нарушающих ценовую политику марки Lada. Вариантов два — либо значительное сокращение квот на поставку новых автомобилей, либо разрыв дилерского соглашения. В группе риска оказались крупные столичные сети — АвтоВАЗ, Торкмаш, Тихонком. При этом, как отмечает телеграм-канал «Русский автомобиль», завод принуждает дилеров выкупать дополнительное оборудование, предоставленное самим автогигантом. Разумеется, АвтоВАЗ отгружает допов не на сотни тысяч, а в среднем на 30 тысяч рублей на одну машину. Однако обязанность продавца соблюдать рекомендованные розничные цены прописана крайне туманно. Упомянутые 30 тысяч рублей — это только закупочная цена обязательного фирменного доп-оборудования. К этой сумме стоит добавить примерно 25 процентов — интерес дилера. Плюс стоимость установки. То есть порядка 80 тысяч рублей поверх РРЦ автоцентр не может не добавить. Сам АвтоВАЗ вдобавок требует, чтобы салоны выставляли машины, оборудованные максимальным количеством заводских допов. В общем, в этой истории рано ставить точку. По информации русского автомобиля, в небольших городах автосалонам живётся вольготнее. Они смело и безо всяких допов добавляют сверхрекомендованной цены — 200 тысяч рублей. И до проверок мелких автосалонов руки у автопроизводителя пока не дошли.